Hi, my students. Сегодня дождливый день, но это все равно день знаний, и мы его все равно сегодня отмечаем. Отмечаем как? Ну, в первую очередь, вспоминаем всех своих учителей, начиная с первоклассных. У меня это Мария Александровна. И также вспоминаем наших преподавателей из высшей школы. Сегодня хотелось бы мне поговорить о завкафедре нашей, нашей профессиональной кафедры. Сегодня она кафедра. Кафедра образовала, кафедр РЛ, РЛ-1, кафедра. В заведении, во время, когда я там учился, заведовал Александр Михайлович Кубушев, доктор технических наук, профессор, заслуживающий деятель научной техники, дважды орденоносец, возрожденный орденом Ленина и другие орденами, недавние мы возрождены. Это эпоха в развитии нашей радиотехники и радиолокации и электроники. Вот вообще было. Александр Михайлович Кубушев родился в 1899 году. И в Википедии есть небольшая стопейка, краткая, как трудовая книжка, о его трудовом пути на миле науки. Во-первых, там отмечено, что он закончил Легенджак с электричеством имени Владимира Ильича Ульянова. И после окончания института он работал радистом в Волжском и Личном пароходстве. Набрав большой практический опыт, достиг больших результатов, его пригласили на работу и ушел на работу в Международскую радиолабораторию. Где в то время собирался весь свет, советской электроники, радиотехники и связи, электросвязи. Работой в Нижегородской лаборатории Александр Михайлович опубликовал 30 научных статьй. И также подал заявки и получил патента на 20 изобретений. Изобретения касались, конечно, приемников и передатчиков, а также фильтров и усилителей. И эти большие достижения Нижегородской лаборатории позволили ему перейти на работу уже в Москву в центр, в центральный институт, где под руководством академика Минца он участвовал в строительстве радиостанции «Первый комментарий» на улице Радио в Москве. После этого, в это же время он публикует многочисленные работы по электронике и выпускает в то же время популярную книгу для массового читателя. В серии массовой радиостанции «Библиотека» издал труды современные радиостанции «Выпуск Философии». Активно работает в обществе знаний, в московском обществе знаний. И его приглашают перед войной и в войну он работал в организации в КПФ крупном, которая называется теперь комплекс организации, который называется теперь «Алмаз-Антель». И здесь он участвовал совместно с многочисленными другими великими нашими учеными, которые вышли оттуда. Участвовал в разработке и создании станций оруднений на город. После войны, в 1948 году, он становится заведующим кафедру в ВТУ имени Бауган. И до конца 70-х годов, около 30 лет, он возглавляет эту кафедру радиоэлектроника. Здесь он преподает, прекрасно читает лекции по радиоэлектронике и издает учебники, которые до настоящее время являются классическими учебниками основы радиоэлектроники, совместно с Богом и Роменом и Сергеем. И эти учебники до сих пор являются базами для нашей высшотехнической учебной школы. И везде цитируются. Далее эти учебники уже в отсутствие Александра Михайловича продолжают издавать, и у Сергея Волгова и Александра Михайловича с Некрукиным. Вот такая база была создана за 30 лет. Кроме того, от скромных небольшой кафедры, он ее раздел до опустета. Кафедра имеет филиал, микроскопный филиал, большой испытательную площадку, где разработанный на кафедре радиотелескоп, телескоп-параводный, работает в настоящее время, прекрасно излучает излучение пунктов, сантиметровым диапазонным волн. И далее следует отметить, что на Кафедре были подготовлены Александром Михайловичем очень большую группу специалистов, в которых включить просто нет возможности, потому что это десятки и сотни имен докторов и кандидатов наук, которые в дальнейшем некоторые остались, как Бейн Николай Арсенпович и прочее. Они остались на кафедре, а некоторые перешли, организовали самостоятельные кафедры, в других институтах, и еще на работу в промышленках, где занимают ответственность большие посты в этом направлении, таким образом школа, огромная школа. Ну и, конечно, связи с промышленниками, которые у него сохранились, они позволили проводить на кафедре большое число научно-исследовательских работ, которые непосредственно внедрялись в практику создания всевозможных устройств и припоров, которые применялись в различных областях нашей жизни. Это как в медицине, в промышленности и в науке. Такая серия научно-исследовательских работ, она позволила подготовить нас, как специалистов, этого профиля, широкого профиля, которые занимались вопросами, как расстроение ради волн, артерно-сюберными устройствами и прием-передающими устройствами в самых различных диапазонах. В своей лекции обзорной, которую нам читал Александр Михайлович, он рассказывал нам об огромном спектре влучения радиоволн, начиная от телометровых и так далее, волн, до гамма-лучин, и вот этот весь спектр его использования в народном хозяйстве и в науке. Одновременно, являясь очень хорошо теоретически подготовленным специалистом, он нам читал дедуктивным методом, начиная с закона по среде динамики и уравнению Максова, он блестяще потом переходил к уравнению Челегенгера и в дальнейшем к уравнению Богомедова. То есть вся вот эта наука, которая была вот за 20 век развита, начиная с открытия электронов в 1897 году, до настоящего времени, эта вся наука была сосредоточена в угольных. Он излагал очень краско, доходчиво, и несмотря на наши, так сказать, некоторые шалости на лекциях, смех и так далее, он был неразлутимым, имел крепкую нервную систему и продолжал читать совершенно без бумажки, делая выкладки с излучением электрона, про тепловую катастрофу, и кванты, и равнению Боголюбову, и так далее. Все сложнейшие вопросы он легко у него укладывали в голове. Надо отметить, что вот смотрите, как в такой век он жил, 20 век, в начале, конец 19, в начале 20 века, что происходило во время его жизни. Ну, во-первых, вот фотоэлектронная эмиссия, была открыта. Значит, что это? Это революционное было открытие, в этой электронной эмиссии, которая позволила показать, что электрон является тем, рабочим телом, рабочей лошадкой, которую можно использовать на практике, как источник работы, как источник работы энергии. Если раньше биологической энергией использовалась, химико-биологической энергией лошади, а в дальнейшем это молекулярная энергия, разогретая газа, пара, паровоз, тепловоза и так далее, то переход к электричеству знаменовал новую эпоху, переход к новому рабочему телу, это электроники. Всякое движение электронов создает электромагнитные фоли, которые можно использовать для производства, работы, движения и преобразования энергии из одного гига в другой. И преобразование спектра. Далее, какой был открыт? Это было, фотоэлектронная эмиссия, была открыта в 1887-м, в 1905-м году уже теория фотоэффекта была, в принципе, разработана уже форминал и красивый. Даже нечетыре в этом вопросе, который получил вроде Ноберевки даже приемную дали. На работе в области фотоэффекта. Теоретическое обыставание в области фотоэффекта. С 95-го, от 1895-го года до 97-й год были открыты рембернические лучи. Ну, применение их во всех отраслях, в диагностике, в металло-механике и так далее, в диагностике металла, в диагностике человека. Это широко известно. Открытие электроны в 1897-м году. То есть открыта самая рабочая лошадка, которая является у нас рабочим телом в районе Крем. Ламповый диод Кременг открыл в 1904-м году. И вот ламповый в 1906-м году. Французский был ученый. Руи Де Форо. В 1906-м году. Дальше. Использование триода для генерации электромагнитных колебаний. Ну и с 1913-м годом. Мощные генераторные лампы сегодня на Махлажбуре. Это под руководством Бонд Бруднич. С 19-го по 20-й год. Как раз от Межгородской радиолаборатории, где работал в это время Александр Николаевич. Фотоэлементы вакуумные. 1888 год. А промышленные образцы в 1910-м год. Ульцин и все это. Это нюанские ученые. Дальше. ФЭУ. ФОТЭЛИКОНЫЙ УНОЖИТЕЛИ. Это Тимофеев. Это Васильевич. Ну и Сорокина. И его помощники Тимофеев и Сорокина. Они были и не были. Они были и не были. Они отдавали этих ФЭУ. Что позволило, кстати, создать звуковой кино. След отметы в создании передающей телезонной трубки. Это Чармешок в 1925-м год. И следует отметить работе Каткова. Из Ворыкина. Независимо друг от друга. Они одинаковые результаты получили. ВНОГ резонаторный магнетрон. 1936-й год. Алексеев. И другие под руководством ПОСБУ ЛЕУЧАПЛОГО. Отражательный крестерон. Это Мини Академии Девятков. И другие. И независимо от них, кстати, Коваленко. В 1940-м году. ЛБВ Рожанский, Арсюнева, Фейнс, Хайц. И сложная фамилия Варианами. Варианами, да. Отражательный крестерон. ЛБВ. ЛБВ. Это американский ученый в 1943-м году США. Комплер. Вот наши отечественные наши учителя этого направления. Бонз Бургеевич, Мандельштам, Пополексик, Богословский, Беденский, Муарингер, можно добавить пространение. Калмыков, Нинц, Распетель, Мельтин, Иосиф, Валилов. Там мы можем кисуньку добавить, конечно, и других ученых. И здесь перечислить невозможно в моем сообщении. Вот в эту революционную ситуацию как раз и вписался очень логично Александр Михайлович Кугушев и внес он огромный вклад. Запомнился одна вот эта лекция, про которую он рассказывал, где он депутат методом от равнина Максова у нас провел равнины Боголюбова через равнины Шрогенга. Вот в этой лекции как раз, ну это было начало 60-х годов прошлого века, он заложил свою идею, которую ныне первым восстановить статус кво этого вопроса, эту идею ныне приписывает Петру Глейзеру, идею создания электростанции на орбиту, на гео-стационарной орбиты Земли. Эту идею нам на лекциях на этих читах. вот это сотни моих товарищей студентов, которые могут, конечно, мое свидетельство подтвердить, что приоритетом в этом отношении вовсе не Петру Глейзеру, как СМИ сейчас сообщает так или ими, а таким ученым на шоматическом как Александр Михайлович Кубуш, который в 50-х годах еще эту идею прорабатывал. Она, кстати, прорабатывается до сих пор. Что можно сказать про эту идею? Это на геостационарной орбите располагается полотнище, приемные полотнища, которые принимают излучение Солнца и преобразуют его в электричество. Они могут быть фотоэлектрические преобразователи, полотниковые. Но если на кремниевой основе, то это максимум 18% преобразования будет. А вот как сейчас Академия Калтеров предлагает купить, и система могут дать прогресс свыше 30%. то есть прогресс материалов в элементах позволяет очевидить этой идее Сармикаловича. И в настоящее время ведется конкретную проработку, стоимость которых составляет может быть 250 миллиард миллиард долларов. долларов. Ну, это не так большие затраты. Далее в чем вопрос. Электроэнергия, которая поступает, она следующая имеет сложность. Один квадратный метр это примерно 1,36 киловатт можно собрать. Ну, если при коэффициенте преобразования, соответственно, если 0,3, то можно просчитать, сколько полупроизводитель нам позволяет помнить на это поверхность. Далее следует преобразовать эту энергию для передачи на Землю. Многочисленные исследования по распространению электромагнитных волн ворота в силу, среди которых следует выделить вот Лизницкого Аренберга, ну, Дуева, вот Красновья Сидетского Академика нашего современного, они позволяют делать свечевывок, то есть диапазон примерно 30 метров, затухание электромагнитных волн в самой маленькой в атмосфере. И оно составляет, может 2% только потерять и не делать передачи. Но это, конечно, учитывая то, что на достаточной высоте будет приемная антенна где-нибудь вроде в районе Платова Сокогорного, идеальный университет, может быть, себе. На этом Сокогоре рассыл зайца антенна приемного поля, который будет принимать узконаправленный луч от антенны и свечи диапазон 3-х в районе пролюбия позже. Вот такая идея была Александр Михайлович Пугович, который в свое время серьезно прорабатывается. Надо сказать, что на земле вот у нас сейчас модно вот эти поля полупроводниковые создавать, крыши и так далее. Вот в пустыне Мегих солнечная электростанция создана в пустыне Мегих в Израиле она собирает довольно-таки приличную мощность. Но излучение, которое от солнца доходит до земли, оно всего только 10% от того, что отличается от полночной постоянной. Полночной постоянной, вот я говорил, 1,56 примерно половатт на квадратный метр на диапазонарной орбите. Это приличная начинать. А потери при передаче сантиметров очень маленькие. Вот такая вот идея. Ну, конечно, есть много проблем. Проблема с развертыванием вот этого антенного поля в космическом пространстве, большого антенного поля. Предлагается, предлагались как антенные поля жесткими такими усилительными элементами, и предлагались надувные. Сейчас Александр Михайлович говорил о надувных, которые легко развернутся в космическом пространстве. Но здесь возникают трудности, которые надо преодолеть. это трудность метеоритной пробонии поля. Метеоритного удара мелких метеоритов, а также существующих в космическом пространстве частиц. метеоритов. Поэтому с другой стороны вот это безосновное как говорится поле в нашей стране лучше проработано, чем зарубежно. А там саркасные монтоны. Саркасные. Это проработано и вот следует здесь выбрать такой вариант. С другой стороны преобразованию вероятно следует вот антенные поля вот эти полупроводниковые тоже полупроводники выбрать соответствующие чтобы КПТ было достаточно большое. Ну здесь надежда на школу Канец Актерова школу Киуха которая работает в этом направлении очень интенсивно. Кроме того широко развивается вот школа Академики Девяткова по генерированию и преобразованию основного генерирования мощных волн в сантиметровых диапазонах. В принципе сами волноводы и облучатели которые которые распространяются сантиметровые волны они не позволяют большую мощь из-за пробоя создавать но в вакууме этот вакуум осуществляется лучше пробой в вакууме достаточно много надо привозить и кроме того использование антенных решеток позволяет создать узконаправленный луч несколько минуту несколько минут что позволяет собрать может быть даже с нескольких соток или до гектара антенны приемной станции всю эту энергию которая излучается этой орбитальной электростанцией вот поскольку кризис нефтяной кризис нас заставляет работать интернативными источниками то вот этот вариант он один из вариантов который в настоящий время прорабатывается и у нас в стране и за рубежом вот такие у меня воспоминания и здесь я конечно хотел приоритет Арбитарда Михайловича подчеркнуть в этом направлении приоритет вообще работы кафедры нашей научи в этом направлении чтобы позволять поправить немножко все массовые информации относительно приоритета нельзя приписывать идею орбитальную солнечную электростанцию приписывать Петру Блинзеру будут больше освещать работе наших специалистов которые кстати говоря Александр Михайлович в следующем году исполнял и исполнил 115 лет со дня раздела неплохо было бы поднакряться кафедре то есть кафедру соответствующего специалистам студентам подсобрать все труда Александра Михайловича и не сдать собрание сочинений пускай силами типографии МГТУ и главным я думаю что и Федоров президент МГТУ постарается в этом направлении тем более тем более был застат Александр Михайловича продолжал эту работу и это как и завладел Большое вам спасибо за внимание желаю вам успешной учебы и стать такими же специалистами как те кто вас вам преподает и даже стать лучшими и достигнуть больших результатов если это возможно продвинуть нашу науку как всегда вперед на самые передовые рубежи в международном масштабе спасибо большое за внимание успешной вам учебы отметьте хорошенько дыр знаний сегодня спасибо за внимание